Цифра в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг изменится с 1 июля. Подорожает все – вода, газ, отопление, канализация и электричество. В среднем повышение по региону составит 6,8%. Однако это не означает пропорционального роста по всем показателям. Дело в том, что в силу вступили целый ряд законодательных изменений, а значит и платежи в разных случаях могут измениться по-разному. А потому специалисты советуют не полениться и хотя бы раз в году взять в руки калькулятор. Это касается так называемых общедомовых нужд. Если раньше разницу между показаниями счетчиков в квартире и общедомового прибора учета автоматически делили на всех, то теперь этот вид платежа рассчитывается по-другому. Сейчас, с 1 января 2017 года, ситуация изменилась. Изменилась коренным образом. Почему? Потому что, во-первых, общедомовые нужды, так называемые, они стали называться по-другому. Они стали называться это на содержание общего имущества, на квартирного дома. И они перешли в разряд жилищных услуг. То есть тех услуг, которые, тарифы на которые не регулируются государством. И начисление теперь на эти так называемые общедомовые нужды, как по старой памяти мы говорим, производится, исходя из норматива определенного на этот вид услуги. И на каждую квартиру может начисляться не более, чем норматив. То есть оплата, которую управляющие компании возлагают на жильцов, должна укладываться в пределы норматива. Все остальное – потери, которые несет уже сама управляющая компания. Так, из разряда общедомовых коммунальных услуг исключены издержки, связанные с халатностью, износом оборудования, а также банальным воровством ресурсов. И вот теперь управляющая компания вынуждена, если есть где-то порыв в подвале, вода течет. Она, наверное, пойдет быстрее устранять эту аварию. Почему? Потому что это ее деньги вытекают. Это ее деньги вытекают. Те же слесаря сделали незаконную врезку или подключили какой-то киоск. Здесь они сейчас будут смотреть. А почему? Мы будем кормить этих людей, а платить будем мы теперь. Потому что жителям мы можем начислить только вот этот объем. Люди порой платили за эти общедомовые нужды достаточно большие средства. Они платили больше, допустим, по объемам той же холодной, горячей воды, электроэнергии в первую очередь, чем потреблялась в квартире. Для многих жителей Самары повышение тарифов может стать поводом лишний раз проверить свою управляющую компанию на предмет правильного начисления платежей. Не приходится ли оплачивать за дядю Ватию или за парикмахерскую, магазин, кафе, расположенные на первом этаже и подключенные к общедомовой трубе в обход закона? Как рассчитать свой размер оплаты? Все методики опубликованы на сайте Министерства ЖКХ. Получается, возможно, кому-то из жильцов после перерасчета платить придется меньше. На чем еще можно сэкономить, так это пустые квартиры, в которых нет приборов учета. Раньше оплачивать коммунальные расходы за квартиры, где никто не прописан, также приходилось добросовестным платильщикам. Теперь это должны делать собственники жилья. Зарегистрировано ноль, проживает ноль. Вообще управляющая компания в данном случае не начисляет за холодную, горячую воду. А там могут проживать пять гастарбайтеров, допустим, пользоваться водой в полном объеме. Изменили законодательство, сказали, все, теперь даже если квартира стоит у вас, в ней никто не проживает, никто не пользуется водой, холодной, горячей, да, электроэнергии. Но и там нет приборов учета. То тогда все равно начислять плату за холодную, горячую воду, исходя из количества собственников этой квартиры. Кроме того, теперь основанием для начисления платежей может служить акт, подтверждающий, что квартира сдается в аренду. Его составляют представители управляющей компании, председатель совета дома, плюс свидетельство как минимум двоих соседей. Все жильцы многоквартирного дома знают, какие квартиры сдаются и сколько человек снимают. Но до этого года все были вынуждены оплачивать коммунальные расходы квартирантов. Теперь при наличии такого акта оплата по нормативу будет начисляться уже на собственников сдаваемого жилья. Достаточно того, что пришли представители управляющей компании, председатель совета дома, еще два собственника, и составили акт, что в этой квартире проживает столько-то человек, пять человек. Составили акт, подписали, и вот теперь этот акт является основанием для управляющей компании, чтобы она начисляла плату на эту квартиру на пять человек. То есть это значительно снизило нагрузку на тех реально живущих людей, собственников этого дома по оплате за эти общедомовые нужды, так называемые. Получается, что резерв для снижения расходов за счет общедомовых платежей есть. Нужно только воспользоваться теми механизмами, которые дает закон. А вот кто точно не выиграет от нового ведения, это дачники, у которых квартира без приборов учета. Раньше они могли потребовать перерасчета за время более пяти суток, которые находились на даче, на отдыхе или в командировке. Нужно было только предоставить документ, подтверждающий факт отсутствия. Теперь такого перерасчета могут потребовать только те жильцы, в квартирах которых установка приборов учета принципиально невозможна. Раньше в этот двор не заезжала даже скорая помощь. Машины останавливались у торца здания, медики шли до подъезда пешком. В таком состоянии находился двор. Теперь ситуация изменилась. За дело взялись представители общественного совета микрорайона. Вместе с управляющим неравнодушные соседи добились, что спустя совсем немного времени во дворе уложен новый асфальт. Одни ямы были. Даже вообще не только ездить на машинах. Ходить в лужи прям были. Не перейдешь. У нас один раз приехала скорая, у нее отвалилось колесо. Писали заявления от жильцов, от 170, от 166. Помогли они нам. Спасибо им огромное. Власть стала ближе к народу. Вопросы решаются как более оперативно и намного лучше. Народ обращается очень много. Жители находятся в тесном контакте, потому что постоянно находишься на территории, постоянно с ними общаешься. Какие-то вопросы решаешь. Но вот самый главный вопрос решен с этой дорогой. Двор заасфальтировали по ходатайству общественного совета за счет одного из торговых центров, который работает в микрорайоне. И подобных проблем решено уже немало. Когда за дело берется общественность, большинство вопросов можно решить прямо на месте. Если такой возможности нет, проблема выносится на более высокий уровень власти. Управляющий микрорайон в каждодневном режиме проходит обход территории. Мы в еженедельном режиме. Я подключаюсь, мы обязательно какие-то болевые точки обозначаем и реализуем. И казалось, там увеличилось количество проблем. Но я думаю, они увеличились не из-за того, что они как-то прибавились. Люди увидели, что они начали решаться. В том числе мы находимся на территории общественного совета микрорайона Загорка-3, где, в общем-то, не привлекая ни копейки бюджетных средств, нам удалось путем работы с местными представителями и бизнеса, и с жителями реализовать. А рядом за хозяйственной будкой ликвидированы мусорные завалы, которые копились десятилетиями, тоже при участии общественности. И вот новые наказы от жителей. У нас лестницы все разбиты. Все самые насущные вопросы содержания территории, обустройства парков и скверов, ремонт зданий и дорог – все это теперь под контролем жителей. Многие уже привыкли, что все зависит от инициативы каждого, кому не безразлично, в каких условиях он живет. В этом, собственно, и есть суть реформы местного самоуправления – добиться того, чтобы такая схема работала в автоматическом режиме. Зима будет теплой, обещают коммунальщики. По крайней мере, в домах точно. На улице Зеленая в поселке Управленческий построят новую модульную котельную. Раньше тепло в жилые дома поступало из той котельной, что находится на территории колонии номер 6. Но в последние годы из-за постоянных аварий жители домов по улице Зеленая часто оставались без горячей воды и теплых батарей зимой. Готовность самого объекта процентов на 80, ну, во всяком случае, модуль точно готов. В этом году мы точно будем отапливаться уже от модуля. Подготовка к отопительному сезону в Самаре идет полным ходом. Специалисты проводят профилактику существующих котельных и гидравлические испытания. Успешно завершена перекладка теплосетей в историческом центре города. Работы начались в мае, сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас на всех десяти объектах трубы поменяли и приступили к заделке вскрытий. Мы в первую очередь сконцентрировали все свое внимание и силы на выполнении тех объемов перекладок тепловых сетей, которые затрагивали центральную часть города, где в рамках городского бюджета планировалось и в настоящий момент проводится работа по реконструкции уличной дорожной сети. Это практически на своей памяти мы организовано, слаженно. Были недостатки, и никто не верил, что мы 12 июня завершим эту работу. Мы ее завершили, и та задача, чтобы сработать в начале сети, а потом ремонт дорог, в этом году она как никогда у нас в полном объеме сработана. Тем временем ремонтные бригады приступили к перекладке теплосетей в других районах города. В этом году планируется поменять около 16 километров труб, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok